Дорогие братья и сестры, мне бы так хотелось, чтобы сегодняшнее Слово до вас особенно достигло. Я думаю, что это очень важно будет каждому услышать. И каждому принять для себя. И каждому принять для себя. Вы знаете, Иисус сказал такие удивительные слова, которые мало кто любит слышать. Матфея 10, 34, сказано так. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Я думаю, что никто не ожидал от Иисуса Христа услышать такие слова. И все-таки нам надо это понять, что Он имел в виду, когда говорил так. Какой меч Он принес? Он принес зло, Он принес вражду, Он принес разделение. Но Он принес разделение. Он принес разделение между ложью и правдой. Между светом и тьмою. Между праведностью и лицемерием. Между праведностью и лицемерием. Да, не думайте, что Он принес мир. Он принес разделение. Он принес этот меч. Но меч его, что это за меч? Когда Он сказал, что Он принес этот меч, Он принес его к нам, значит, мы его должны взять. Мы должны его принять, этот меч. Но это истина. Это истина, которая все разделяет. Истина Бога, она абсолютный свет. Который не может сочетаться со тьмою, согласны? И вы знаете, что это разделение произошло гораздо раньше, чем пришел Иисус Христос. Когда Господь только создавал землю. Посмотрите, что Он интересно сказал. Бытие 1, 3, 4. Когда Господь был только создавал землю, давайте посмотрим, какие прекрасные слова Он сказал, как написано в Генесисе 1, 3, 4. И сказал Бог. Да будет свет. Это не говорится о солнце, о луне, ни о каких светилах. Это несколько иной свет. Который был до светил, создан. И так Он сказал, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Вот на основании этого разделения уже создавался мир. Создавала земля. Это устав неба и земли. Несоответствие дня и ночи. Несоответствие тьмы со светом. Добра и зла. Несоответствие. Это на этом основании была создана земля. Но после грехопадения человек принял, что у нас? Добро со злом вместе. Он принял плод с дерева познания добра и зла и смешал в себе это понятие. Сейчас в человеке смешано добро со злом, праведность, неправедность и лицемерие с правдой. Но от этого пошли болезни. От этого пришло проклятие. И даже смерть. Потому что свет пришел от Господа. И Господь сказал, что свет хорош и отделил его. И вы знаете, что это не внешнее определение света как хорош, а его качество внутреннее. О тьме он так не сказал. И так в человеке потеряна была граница. Вот это разделение было потеряно. Поэтому человек потерял вот это понятие праведности. И все теперь у нас с примесью греха. Пришел Иисус. Господь послал Сына Своего. С мечом разделяющим. Опять Бог прислал Слово Своё, которое разделило свет от тьмы. Это истина. Истина отделяет. И все, кто принимают истину от Бога, принимают. Это разделение. И это разделение происходит не только в домах у человека. Как сказал Иисус, произойдет в домах. И это не только в самых близких отношениях. Вот давайте мы прочитаем, как сказано Матфея 10, 34, 37. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекрою ее. И враги человеку домашней его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Вы понимаете, разделение пришло не только в дома и в семьи. Но и в отношении себя. Там, внутри нас, произошло разделение. Он пришел разделить душевное от духовного. И тот, кто дорожит более всего душевными отношениями вместо духовных отношений, тот не достоин Бога. И в самом человеке должно произойти это разделение. В самом человеке должно произвести вот это разделение, чтобы он понимал, что тьма, что свет. Что правда, что неправда. Где праведность, где лицемерие. Человек, который не познал это, в ком не произошло это разделение, он опять остался в этом грехе. Все у него смешано. Но всякий, кто принял истину, он уже не может не разделить. И он не может в себе это скрыть. И он не может в себе это скрыть. Потому что она из него выходит светом. Поэтому, сказано, вы свет миру. Она из вас выходит, это истина. Поэтому и происходит перемена жизни. И он больше не может соглашаться с неправдами. Все, что предлагается миром, как тьма, не может соглашаться. Он становится свидетелем этой истины. Поэтому он уже как меч. Разделение воли-неволи входит в его жизнь. Входит в его дом, потому что он не может дома терпеть неправду. Но начинается оно снутри. То есть, принимающий истину, принимает меч, который принес Иисус Христос. Если вы получаете правду, вы получаете меч, которую Иисус Христу принесли. Поэтому он сам становится светом миру. Поэтому он сам становится светом миру. А свет — это истина. А истина — это меч. И light — это правда. И правда — это меч. Но мы с вами знаем, что меч у Господа обоюдоострый. И всякий, кто берет вот этот меч в руки, уберет его Слово, он начинает свидетельство и обличать эту тьму и своей жизнью, и Словом, отделяя душевное от духовного. Но вы знаете, что принять это Слово может не всякий. Не всякий может даже взять этот меч в руки свои, в сердце своё. Потому что он обжигает. Он изменяет внутренность, он обличает человека, и не каждый хочет его брать. Он изменяет внутреннего человека, и он обжигает все то, что он обжигает. И не каждый хочет пронзать эту меч. Если ты хочешь нести другому, в первую очередь, оно пронзит тебя. Если ты хочешь нести другому, в первую очередь, оно пронзит тебя. Истина не идет на компромисс ни с какой неправдой. Но я вам скажу еще одну вещь. Не все так просто. Тот, который хочет это взять, хочет принять, он все-таки должен стать этим словом, этим мечом. Поэтому он однажды попадает в кузницу. В кузницу Божью, где в горниле испытаний, будет коваться этот обоюдоострый меч из сердца человека. Для того, чтобы он стал мечом, а не просто держал его в руках. Знаете, я говорю сейчас, а Дух Святой так меня трогает, вы не представляете. Насколько это слово от Него really touching me. И вы не можете даже представить, что этот меч действительно приходит от него. Есть люди, которые берут этот меч, но он не пронзил их сердце. И говорят то, что не прожили. И они говорят что-то, что не стало их жизнью. Что-то, что не стало их жизнью. Они несут как бы не в устах, а в руках. Они берут этот меч не в их mouths, но в их руки. О них очень хорошо сказано, Матфея 15, 18. И он сказал очень хорошие слова о них, в Матфея 15, 18. Исходящий из уст из сердца исходит. И если человек не чтит Бога, а держит в руках, из уст у него уже не может исходить из сердца. Это лицемерие. Их слово, даже Слово Божье, искажено внутри. Оно абсолютно не несет никому разделение. Вы понимаете, что Слово Бога может ранить, если оно меч. Поэтому не любят тех, кто проповедует и имеют обоюдоострый меч. Он говорит правду, он пронзает. Он разделяет то, что ты так хорошо в себе имел. Но тот лицемер, который просто держит Слово Божье и несет его не из сердца. Он его преподносит так, чтобы тебе больно не было. И чтобы тебе не принесло это разделение. Посмотрите, как говорит Матфея 15, 7, 9. Лицемеры. Хорошо пророчествовало вас Исайя, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Если человек не попал в горнило Божье, в кузницу, он никогда не будет мечом. Никогда. Понимаете? Как сказано, что сам Иисус страданиями совершился. Никто не может обойти печь Господа. Притом раскаленную. Никто не может пройти не просто печь, а еще и кузницу. Я сейчас объясню вам, что это такое. И при этом стать мечом. Если вы хотите стать мечом, отдайтесь руки Бога. Посмотрите, как пишет Павел. Евреям 5, 8, 10. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Хочу, чтобы вы поняли. Он был совершенным в своем божественном происхождении. Но его человечность должна была пройти через завершение. Через вот это завершающее переживание человеческих страданий. И распятие. И crucifixion. Для того, чтобы он был совершен и в послушании плоти. Через страдания человеческого бытия. Оставаясь в абсолютном послушании отцу, он совершился. И он стал спасителем. Для кого? Для всех послушных ему. Мы видим, как совершались апостолы. Иначе вы думаете? Они проходили через раскаленную печь. Чтобы там совершалась их натура. Они проходили через распятие, чтобы натура была распята. Они проходили через распятие, чтобы их натура была распята. Смотрите, как писал Петр о себе. Первое Петра 4, 12-13. 1 Петра 4, 12-13. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не очуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Павел постоянно писал, сколько страданий он проходил. Вот чуть-чуть прочитаем. 1 Фессалоникийцам 1-6. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Только радость Духи Святом, а при многих скорбях. 2 Фессалоникийцам 1-3-4, Павел пишет. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья. Потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу. Между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпениям вашим и верую во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. So that we ourselves boast of you among the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you endure. Именно в огненных испытаниях Бог кует меч. God forges the sword in a fiery trials меч спасения для многих. И меч и печь это необходимо для того, чтобы душа закалилась. And this furnace is so necessary for the soul to be hardened, to be tempered. Иначе этот меч при первом же ударе неожиданном рассыпается. Otherwise, with the first sudden attack this sword will be broken to pieces. Как только ударит по твердыне сатанинской, а он рассыпался. If it hits the satanic stronghold it will fall to pieces. Но именно в печи, именно в кузнице, достигается нужная форма и крепость этого металла до тех пор, пока при ударе человек не станет издавать правильный звук. Until when it's hidden, the man starts to make right sound. It has not been perfected. Do you know, what's the right sound? The Lord is hitting the metal in his smithing and he's and if the metal makes the sound of why, why is it happening to me, Lord? This is a rough, rough sound. The metal is not ready yet. But when the Lord hits you and he hears glory to you, Lord, I'm thanking you, Lord, for this trial. That means the metal has been perfected. Понимаете? Каждый удар от Господа для человека — благодать. Each strike from the Lord is grace for the man and allowed for the man for glory. Know what kind of glory? For example, меч Господа — не Гидеона теперь, меч Господа и Саши. The sword of the Lord and not Gideon, but of Alexander. The sword of Lord and Irene. The sword of Lord and Taisa. Помните, был меч Господа и Гидеона. You remember, there was a sword of Lord and Gideon. But instead of Gideon, it should be us. Our names should be there. Какая паника была у врагов, когда появился этот меч? The enemy really panicked when they saw that sword coming. But each one has to go for the thoroughness of trials. For the sword of the Lord and someone else will be fighting. If someone misses, not goes through this fiery tempering, then these sudden strikes bring such indignation inside a man. Such a resistance. And no one can fight with such a sword. He начинает вызывать такое, как сказать, даже ропотно Господа. And it calls out murmuring to the Lord. Он, обращенное против него зло, отвечает местью. With the evil that turned to him, he answers with revenge. Есть внешнее смирение, об этом я говорил очень много. I spoke quite a lot about the outer humbleness. Человек умеет внешне явить смирение. Man can appear to be humble, but not for long. Inside of him there is no peace. Inside of him in his memory there is indignation, there is resentment. есть желание воздать ему, не своими руками, так Божьими, пусть Бог отомстит, пусть Бог ему будет судьей. There is desire for retribution, maybe not with the own hands, but maybe for God to retribute for him. То есть за причиненную боль душе он желает возмездия. Он не меч Господа. не меч Господа. That's not the soul of the Lord then. Because this is not even humbleness. This is hypocritical humbleness. And Lord exposes that. When he puts him forward for him to be hit. And this sword can be visible, whether it's a Lord's sword or not. Lord says, when I hit you on the right cheek, what should you do? You should put your left one forward. look 6.12 Luke 6.29 to him who strikes you on one cheek, offer the also the other. And from he who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. I would like you to understand that the Lord of the, the sword of the Lord God fights even for those who today seem to be offending you, not against them, but for them. Who today look like they're offenders. And And complete humbleness will never bring indignation inside. Especially when it's a sudden strike. When you expect it, you sort of mobilize yourself. It's a sudden, it's a sudden, but for the surprising strikes, they will expose everything. But humbleness is when the man receives everything as from God's hand. The one who lives, loves God, and follows his will, everything is made for his good. And that's what Paul has achieved. That's what Paul has achieved. He achieved that knowledge and cognition, that's why he writes. And we know that all things work together for good of those who love God, to those who are called according to his purpose. But this cognition came to him through suffering, and he achieved humbleness for him to be able to say that. For the good, means for the fulfillment of God's will. There's no other good for the man, except the will of God. This is his will, his good, and his absolute. You know that, that sufferings, and all the pain that Jesus Christ has got, that cannot be even expressed with words, it was good for him. This was absolute good for Jesus Christ himself, and for us. Можно ли было это принять как благо, когда он был на кресте, или когда его били, и когда в него плевали? Could that be received as good when he was hit, when he was spit at, when he was crucified? Но он получил имя, выше которого не существует. Благо это или не благо? But he received the name, which no other name can excel at. Is it good or not? В момент совершения, мы не можем видеть благо. В момент совершения, мы не можем видеть благо. Смирение в том, что мы просто верим. The humbleness is that we just believe. Просто доверяем Богу, вот это смирение. We just trust to the Lord, that's our humbleness. Верой и любовью достигается благо. With love and faith, the goodness can be attained. Кто верит в Бога, тот достигает. The one who believes, he attains it. Поэтому надо злому не противиться. Therefore, we should not resist the evil man. И не издавать скрежет. And not to make wrong sound. А тот звук, слава тебе, Господи. But the sound that should sound glory to you, Lord. Матфей 5, 38. Матфей 5, 39. Иисус сказал, интересно. А я говорю вам, не противьтесь злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Обратим внимание. Иисус сказал, не противьтесь злому. Но не сказал, не противьтесь злу. Если бы Иисус сказал, не противьтесь злу, это значило бы не противься сатане. Ему мы будем противиться, противостоять, противодействовать. Так Иисус нас учит. Мы не должны соглашаться со злом. Но злому не противиться. Потому что злое, оно только в наших очах. Раскаленные печи, удары, для нас это злое. Но оно не злое. Оно соделывает нас мечом Божьим. То есть то, что мы не понимаем, и нам кажется злым. Что мы не видим как добро. Мы должны принимать верой. Удары по щекам. Это нанесенные оскорбления нашей душе. Оскорбления нашим чувствам. Это унижение, через которое мы должны пройти в смирении. Если мы от себя не отречемся, это просто невозможно. Так как наше самолюбие это не потерпит. Оно себя обязательно проявит и проявит вместе. Вторую щеку подставить, это значит принять смирение. Принять смирение, первый удар и последующий. При этом не кипя в гневе, не возмущаясь. Не угрожая. Но принимая эти удары от Господа. Не от врага, не от человека. От Господа. Иов получал такие удары. Один за другим. Один за другим. Но когда к нему подошла жена и сказала. Давай похули Бога, что ты смотришь, что ты терпишь эти удары. Посмотри, что с тобой Бог делает. И когда его мужа пришла к нему, сказала. Просто хорься Бога. Посмотрите, что он делает с тобой. Как он ее назвал? Хорошо назвал. Он сказал ей. Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Почему? Потому что Бог кует наше сердце. Где? В раскаленной печи. Попробуйте взять железо, не раскалить его. И по нему стучать, чтобы сделать меч. Получится? Что это такое? Что такое эта раскаленная печь? Господь раскаляет нашу душу. Добила. А затем берет чипцы. Кладет ее на наковальню. Это лично я испытала на себе. И рука Божья молотом. По раскаленной душе. Приплющивая ее. Затем этот же самый кусочек. Переворачивается на другую сторону. Другая щека. И по этому раскаленному металлу, по другой щеке. И закаливает тот же самый огонь, снова туда, снова удар. В воду, снова в огонь, снова туда, снова удар. В воду, и потом вновь в огонь, и потом закаливая ее снова. Иначе, кусок бесформенный металла так и останется. Вы понимаете, что вот так из сердца нашего куется меч. Подставить старую щеку, это значит смирение и принимать все это. Прибивайте свой эгоизм. Как кресту, как кресту, прибивайте. Разрешите Богу прибивать ваше самолюбие. Пусть из вас выйдет, наоборот, любовь к ближнему. Пусть он превратит наше сердце в любовь. К нашим окружающим. Даже к тем, которые сегодня, как молот, тебя лупасят. Даже к тем, которые сегодня, как молот, тебя лупасят. Давид тоже проходил этот путь унижений и поруганий. Он был окружен унижением. Унизительными обстоятельствами. И этого было мало. Он еще принимал удары. От негодного человека. От негодного человека принимал удары. Давайте чуть-чуть прочту вам. Второе царство, 16, 5, 11. Я прошу, по-английски, прочитайте сами, потому что это очень длинный кусочек. Пожалуйста, читайте в английском сами. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида, и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословя его. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился. И предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И сказал Авеса, сын Саруин, царю, Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты делаешь это? И сказал Давид Авесе и всем слугам своим, Вот, если мой сын, который вышел из чресел моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамитянина, оставьте его. Пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Вот как куется меч Господа и Давида. Что сказано о Давиде? Он вел воины Божьи. Но для этого он должен был выкуен быть. Пройти через печень не один раз. Господа настолько Давид любил, что полностью ему доверял, Он понимал, что в жизни его просто так не может быть ничего от дьявола. Бог допустил на время. Мы знаем, что царство Давида возвеличено, и Давид стал великим. Но прошел через огонь испытаний. Через унижение, через оскорбление, через боли. Душа была его приплюснута. И по этой приплюснутой душой еще били. Through pains he's gone through. His soul was flattened, все, что Господом допускается человеку, живущему по изволению Божьему, все ко благу. И это нам надо понять. И мы с вами можем посмотреть разные примеры. Мы можем посмотреть разные примеры. И Давид бы не удостоился чести называться другом Богу, если бы не перенес все это. А теперь посмотрим на Стефана. Стефана побивали камнями. Было ли это ему во зло? Это Богом было допущено или нет? Камнями побивали до смерти. Трудно назвать это благом. Однако это благо и есть. Что восхитил Стефан? Какую награду? Он назван первым мучеником за Иисуса Христа. Никто не назван, он назван первым мучеником. Вы думаете, это просто так? Это на небесах великая награда. Еще вам скажу, что он получил наивысшую оценку его любви. Потому что Иисус сказал так. Иоанн 15, 13. Нет больше той любви. Как если кто положит душу свою за друзей своих. высшая степень награды у Него? Он положил свою душу за друга Иисуса и за побивающих камнями. Высшей этой любви просто нет. Почему? Потому что, когда Его побивали камнями, Он не бурчал, не ворчал, не ругал, не мстить собирался. Но, умирая от болей, от того, что ближние, родные люди Его били, Он, как и Христос, любил их и ходатайствовал за них. В Деяниях 7, 59, 60 описывается, как Он умирал. Я хочу, чтобы вы научились вот так реагировать на камни. И побивали камнями Стефана, который в это время ругался, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими Дух Мой и что Он еще сделал, преклонив колени им, воскликнул громким голосом и кричал громким голосом Господи, не вмини им греха сего. И сказав, все почил. Господи, отомсти им за их неправды. Так Он умирал. Не вмини им греха сего. Чудный пример для нас всех подражания. Преклоняйте колени, громко кричите за тех, кто вас бьет. Когда вы в огне испытаний. Это пример. Это пример любви. Кто достиг любви, тот так поступает. Иначе ты не меч. Ты не Слово Бога. Ты не любовь, ты не свет. Тот, кто достиг любви, тот стал светом и стал устами Божьими. А уста Божьи, о чем кричат? О чем Иисус Христос кричал, когда умирал? Не о том ли? Не говорил, прости им, Господи? Потому что не знают, что делают? Не заступался ли? Вы знаете, что в Иисусе Христе были чувствования любви? Нам говорится, что мы должны иметь те же чувствования, что во Христе Иисусе. Какие в Нем чувствования были? Те чувствования, которые вложил в Него Отец. Отец вложил такие чувствования. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый грешник не погиб. Не праведник, а грешник. Это значит, за кого он страдал? За тех, кто его обижает. За тех, кто плевал ему в лицо. Он говорит, Господи, прости. За тех, кто бил его по щекам. Господи, прости, я за это умираю. За тех, кто пронзил ему душу и сердце. Он говорил, прости им, я за это умираю. Его одежды делили. А он смотрел и говорил, Господи, прости им. Я из-за них умираю. И он говорил, Господи, прости им, я тоже死у. В страданиях. В страданиях. По слушаниям. Он достиг тем, что стал для нас спасителем. И в его обиде, он достиг, он не противился злому. Он не противился злому. Почему? Потому что это была благодать для нас. Это благо было для нас. Это была благо для нас. А кто сегодня хочет? Я ведь благо для окружающих. Кто сегодня падает на колени и молится? Кто сегодня сказал, Господь, я готов идти в это горнило, возьми меня в эту печь? И бей по раскаленной душе. Только бы я состоялся. А может, каждый свою правду хочет доказывать? Может, каждый ищет себе выгоды и добра? Подумайте. Соответствуйте ли вы Писанию? Кто положит душу за ближних своих? Или каждый хочет, чтобы кто-то за него положил? Или может, вы просто желаете, чтобы остались, чтобы остались, чтобы остались, чтобы остались для вас. Совершившись в страданиях, вы можете стать спасителями кому-то. Вы можете стать обоюдоострым мечом, который будет разделять всякую неправду от правды. Всякое лицемерие от праведности. Всякую тьму от света. И проникать будет в глубины души. Я вас уверяю, вы немного увидите любви от людей. У Иисуса тоже было немного учеников. Но те, кто любят правду, они придут к свету. Понимаете? Вот это Слово сегодня к нам. В первую очередь, ко мне и к вам. И кто это Слово примет, тот сегодня, когда мы будем молиться, попросит у Бога прощения. За то, что Он даже при маленьких испытаниях, скорбел неправильно, требовал своего, искал своего, в сердце своем желал мести. Сколько чего делали. Никак не так, как Господь учит. Поэтому сейчас, честно, предстаньте пред Ниму. Когда мы будем молиться, каждый, что сегодня решил для себя, пусть принесет Богу. Благодарим Господа за все. А сейчас будем прославлять Его. И мне воистину хочется Его прославлять за все. И над watched Боги празднуется,